каким будет на ваш взгляд отношения русскоязычных избирателей вообще в принципе не только потенциальных эльбермана что они как они могут танцится отнесутся ко всему этому наших бьют или же они подумают дыма без огня не бывает я не знаю как они отнесутся я могу только сказать как они должны отнестись я еще так сказать прошлых выборов говорю о необходимости русской партии необходимости голосования за эту партию я объясню почему дело в том что вот на сегодняшний день на мой взгляд положение русской русской русскоязычной общины она просто катастрофическая то есть этой общины эту общину довели до того что ее практически уже нет эта община потеряла все основополагающие принципы с которыми мы сюда приехали ведь мы что говорили мы приехали сюда и сказали мы будем бороться с религиозным засилием было такое был такой сегодня мы готовы голосовать за религиозную партию беннета чтобы не говорили кипа у него нет а он не такой религиозный ребята это религиозная партия которая действует религиозная плохая нет я и вышла плохая мы говорили о том что это не для нас она хорошая для своих избирателей она не собирается заниматься нами и мы не должны с моей точки зрения голосовать за нее Потому что это религиозная партия, которая подчиняется рекомендациям раввинов. Более того, сейчас там произошел скандал. Ткума была готова выйти, потом она не вышла. Почему? Кто-то задал вопрос, почему? Ткума это абсолютно ультрарелигиозная партия. Она обвиняла Беннета в недостаточной религиозности и говорила, что мы уйдем к Элиешаю. Они договорились, то есть Беннет сказал, ребята, все будет с религиозной точки зрения у нас замечательно и нормально. И сегодня мы готовы за эту партию голосовать, отдать им там 3-4 мандата. Это первое. Там второе, мы приехали сюда с принципом, мы говорили о том, что посмотрите, как много здесь непрофессионализма. Непрофессионалы, люди без образования, занимают высокие посты. Как же это так? Это неправильно. И вдруг мы голосуем за, извините меня, за Яира Лапида. Человека без образования, человека не экономиста. Даем им пост министра финансов и удивляемся, что у нас вообще-то ничего не получилось. Это как? Это мы сделали. Мы отдали ему на прошлых выборах 4 мандата. Я был там на избирательных участках на прошлых выборах. Я видел эти женщины с горящими глазами, они шли голосовать за Лапида. Они говорят, почему за Лапида? Ну ладно, блок НДИ, Ликут, понятно. Ну ладно, почему за Лапида? Он такой импозантный, он с нами встретил. Понимаете, да? Вот мы, исходя из этого, то есть мы перестали связывать выборы со своей жизнью. Наша жизнь отдельно, мы ее сами устраиваем, а выборы это некая такая ситуация, когда можно прийти, свести счеты. Сказать, а, я тебя не люблю, за тебя голосовать не буду, ты мне такой красивый, у тебя галстук хороший, я буду за тебя голосовать. А потом мы удивляемся. То есть мы потеряли все свои основополагающие принципы. Мы их растеряли и поэтому перестали быть общиной, к сожалению. У нас есть так называемая марокканская община, правильно? Они гораздо лучше нас... Ну она тоже достаточно условно. Условно, условно. Они гораздо лучше нас говорят на иврите, они гораздо лучше нас устроены, но тем не менее, когда дело доходит до какого-то выбора, они всегда говорят, нет, мы вот члены одной общины. У нас есть религиозная община, которая тоже прекрасно говорит на иврите, которые тоже лучше нас гораздо устроены, но когда дело доходит, они говорят, нет, это член нашей общины, ему надо помочь, его надо спасти, его надо вытащить, это член нашей общины. Когда дело доходит до нашей общины, мы говорим, а мы уже на иврите говорим, все, мы уже этой общине не говорим. Ну и что, что мы на иврите говорим? И что?